Доброе утро, друзья. С вами игромания. На дворе 18 марта. На дворе зима. На дворе трава, на траве дрова. Под травой дрова, на траве... А я даже не помню, что дальше. В дровах термиты. В термитах желчь. В термитах желчь. Давай заново. Нельзя это на ютубе. Это позор. Да. Сегодня, кстати, разыграют. Да нормально. С вами Захар Бочаров, Павел Болоцкий, Артаус Мурадян. Ты все еще думаешь, что... Не, не так, не так. Ну все, ставь уже. Ставь уже. Не до твоих приколов сегодня. Тяжелый день, тяжелый день. Он еще только начался. Он еще только начался, а уже тяжелый. Захар Мак. Захар Мак? Как Захар Майк. Только Захар Мак. Только Мак. Смотри, что с Рафаэлем, что он делает с телом. Господи. Это, знаешь... Ну, как дети малые. Реально, как дети малые. Переворачиваем трупы в руках черепашек и премся над этим. Если бы я был больным человеком, я бы... Ну, собственно, так и получается. Мне это напоминает почему-то сцена из книги «Американский психопат». Ммм, окей. Есть еще кино. Ну, да, но есть еще книга. Есть еще кино с Кристианом Бэйлом, окей. Кстати, есть великий автор. Зовут его Брэд Эстонеллис. Если вы не читали, почитайте. Он очень крут. Вот. Он написал в том числе американский психопат. Он великий, но мало кто об этом знает. Ну, у нас в стране может мало, да. А вообще, ну... Он крут. Он крут. Я очень рекомендую. У него очень много крутых книг. Они все связаны одним, как бы, миром. И персонажи кое-где пересекают. То есть появляются из других книг. В общем, это очень круто. Читай эти книги. Мы сегодня разыграем карточки, так и все сказать. Да. Просто раз, два и три. Три G2A гифт-карты на десять Ярни. Наверное, я думаю, одну разыграем среди... Свежеподписавшихся. Свежих парней Ярни. Да. Среди тех, кто... Я придумал, подписчики — это парни Ярни. Ну, не знаю. Команда. Я бы оценил твою шутку, если было бы посвежее. Но, в любом случае, одну гифт-карту разыграем среди тех, кто подпишется на нас в течение этого эфира. А еще две среди всех наших подписчиков, включая тех, кто подпишется на нас в течение этого эфира. По полочкам разложил просто такой. Да. Ну, а теперь можно, наверное, перейти и к новостям. У нас основной блок. Первая новость посвящена рогалику Below, про которую, наверное, уже никто и не вспомнит нынче, но я, на самом деле, до сих пор помню и жду. Канадская студия Copybar Games, известная по Might and Magic Clash of Heroes, Super Brothers Sword and Sorcery EP. Которая очень-очень классно выглядит. Да, классно выглядит, и надо играть не на телефоне, на самом деле, в наушниках. У меня в Steam и она. У меня в Steam и она тоже есть, просто я хотел поддержать разработчиков. И Super Time Force объявилось, что ее новая игра... Че? У тебя... У тебя... Твою мать. Отлично. Ладно, окей. Объявилось, что новая игра Below выйдет этим летом. У нас сбой в Матрице. Below была анонс... Это было целенаправленно, Павел, или... Нет, да? Ну, хорошо, что ты иначе ковыряться в носу. Ну, он уже пытался. Я видел уже позывы пальцев проникнуть в нос, и потом он сделал такой... Below была анонсирована на E3 2013, и она посвящена исследованию процедурно создаваемых подземелья, расположенных под таинственным островом. То есть под землей. Below. Внизу. Below вообще не разжевывает. Below. Below... Вот там. Ну, хватит. Ну, ты уже... Ну, я же случайно. Ты уже всех повредил, реально. Нет. Ну, сколько можно? Below вообще не разжевывает основы, не пытается насильно скормить вам историю или что-нибудь. Хорошо, я не люблю игры, которые пытаются насильно мне скормить что-то. Совсем положено разбираться самим, и в том числе с сюжетом. Текста в игре почти нет, информация в основном подается с помощью визуальных намеков. Ваш герой спустился в пещеры, как водится в поисках чего-то. Если будете внимательны, то рано или поздно разберетесь, о чем идет речь. Написал об игре Артемий Козлов после E3 2014. И тут судьба снова подводит нас рассказать историю про E3 2014. О, Артемий, давай еще новенькой скажи уже. Которую мы не будем рассказывать. Релиз Below... Она настолько крута, что мы не будем ее рассказывать. Релиз Below состоится на персональных компьютерах и консоли Xbox One когда-нибудь. Потому что вот до сих пор она... Блаты еще нет, но, наверное, в этом году. Это игра, которая напоминает мне вот этот мемчик с азиатом из комьюнити, который держит бумажкой. Вот эту вот игру надо трейлеры реально вот так же смотреть. Что там? Он главный герой, он микроб. Что? Где? Куда? Куда спустился? Что ищешь? Вот реально... Что ищешь странник? Что ищешь старичок? Вот. И короче... Такое, знаешь, очень душевно. Да, да. Очень душевно и ламповая игра. Я не сомневаюсь, на самом деле, что она хорошая будет. Просто, ну... Хочется, чтобы вышло. Ну давай. Есть контингенты игр, в которых не сомневаешься, что хорошая будет. Но они не выходят. Да, Half-Life. Более того, музыка Джима Гутри. Джим Гутри очень классный чел. Он инди, но не разработчик, а музыкант. И... В общем, пилит треки вообще как боженька. Послушайте, не знаю, там, в Канташике... В Канташике. В Гугле. Сорсери. Да, 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 да. Полностью. Там вообще там. Вот. У него музыка такая крутая. Там вообще просто вообще. Она довольно такая современное звучание у нее. То есть есть какие-то электронные нотки довольно ощутимые. Но при этом она вроде как, очевидно, вдохновлялась классикой. То есть есть какое-то такое... Ну, на пересечении этих двух сил образуется что-то необычное. Мне кажется, музыка описывать смысл нет. И послушать это не проблема. Есть. Ну, чтобы люди понимали. Не, ну, в смысле, круто, вперед. Ну, то есть... Ну, я не могу, естественно, заложить музыку в голову. Ну, да, да. Ну, то есть... На что она похожа? Ээээ... Рекомендуем послушать. Есть. Потому что... Есть! И поиграйте в Super Brothers. Супер Brothers прям... Игра очень нелогичная, но она выворачивает ваш мозг и вытряхивает из него крошки. И она визуальный стиль. Вот хоть она и для тех, кто не любит Индии, естественно. Она собрана... Там все собрано из пикселей размера с кулака. Да, да. Но она очень стильная. То, что мы любим в Индии, когда это и есть. Да, вот этот убогий графон. Убогий графон, но... Крупные, крупные тачки. Крупные тачки. Крупные тачки. Чтобы все настали было, да. Да. Тем временем появилась дата релизы и подробности об игре Zero Escape 3 Zero Time. Дилемма. Попробуй, попробуй. Да ладно? Да. Серьезно? У нас лег сайт. Двинемся к следующей новости. У Павла все работает. Паш, ты главное не обновляй страницы. Главное ничего не трогай. Я по памяти зачитаю. Значит, Zero Escape 3 это продолжение Zero Escape 2 и 1. На самом деле там было три игры. Там было две. Это третья. А я просто играл, наверное. Поэтому давай я немножко кинул лайв впечатление. Ну давай я расскажу, а ты кинешь лайв впечатление. Ладно, окей. Потому что я текст-то помню. Хорошо. Суть в чем? Как нам рассказывает трейлер новый, мы увидим персонажей из двух предыдущих частей. Будет всего девять героев, которым нужно будет выжить. вот где я не помню, не суть. В общем, их забирают как бы в неком... А ты и не знаешь, на самом деле, где им надо выжить. Потому что это игра а-ля пила, закрытая комната, из которой надо найти, соответственно, ну, решив череду каких-то загадок, найти их. Есть нюанс. Есть нюанс. Чтобы, ну, как бы, выбраться, нужно, чтобы шесть человек из девяти пожертвовали собой или помогли им пожертвовать собой. Но есть второй нюанс. Каждые девяносто минут браслеты, которые одеты у всех... надеты. Надеты. Молодец. 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 И одному одет. Вот. Впрыскивает... Каждые девяносто минут впрыскивается жидкость, которая стирает им память. У-у-у. То есть, каждая девяносто... Ну, какую-то смесь мементо с пилой, реально. Короче, да. Они забывают, где они находятся, они забывают, что было. И игрок, как бы, тоже недоумевает, что происходит. Таким образом... Мне интересно, как игроку-то ничего не впрыскивается, он-то все видит. А он просто видит какие-то разрозненные сцены, в начале Каждый из которых очухивается главный герой на манер персонажа Джона Баеги из «Звездного Хлондива». Да, вот. И типа, и смотрят, что вокруг происходит, но надо откуда-то выбраться. После того, как ты выбрался, тебе дают сюжет. Да. И, соответственно, да. Сюжетные сцены... То есть, сюжет будет подаваться в виде кат-сцен, я так понимаю, между главами. Да, да. А теперь, лайв-выступление. Зацени сначала смс-ку, которую написал Леониду Малвинских, который наш технический директор. Да, отлично. Я бы еще в копию поставил эдэ с Родиона. В смс-ках, к сожалению, это нельзя сделать. Можно. Можно отправлять в группе людей смс-ки. Я не знал об этом. 21 века. Ну ладно, окей, но можно что-то упустить, да? Не обязательно же быть всезнающим, окей? Нет, ты тоже всезнающим. Окей, мкей. Вот, короче, по поводу игр. Это... Есть такая вот квесты в реальности, наверное, многие из вас слышали, знают. Плавали, знаем. Вот. В которых вы заперты в комнате, и вам надо решить какое-то количество загадок, головоломок, найти какие-то предметы, поработать со своими тиммейтами там в команде, для того, чтобы из этой комнаты выбраться. Вот, по сути, игры... Первая игра называлась 999, 9 hours, 9 persons, 9 doors. Вторая игра называлась... Ооо, господи. Как же она называлась-то? Какая? Вот из серии... Из серии Zero что-то там. Ооо, господи, сейчас. Zero Escape. По-моему, Zero Escape был какой-то под заголовок, наверное. А, да бог с ним. Ну ладно, хорошо, называлась Zero Escape. Zero Escape, японская игра под заголовок. Virtus Last Reward она называлась точно. И вышла на Vita, в том числе и на Nintendo 3DS. В целом, истории разрозненные, но... Абсолютно тот же самый концепт, улучшенная графика. В целом, истории разрозненные, но есть, как водится... Я, кстати, сейчас пробился, и меня снова выбило. Есть какие-то камео, которые там, соответственно, связывают ее с первой частью. В чем прикол? Параллельно, вместе с историей, вместе с загадками, которые вы раскручиваете и делаете, есть... История по поводу какого-то одержимого чувака, который вас там, соответственно, запер и не выпускает. У него есть своя мотивация, он поднимает какие-то философские вопросы, там обсуждается с вами теорию струн, эффекты бабочки и так далее, и прочая, прочая, прочая вещь. Ну и в конце, естественно, сюжет твистит, и таким образом ты такой, вау, ничего себе. Игра супер нелинейная, то есть там есть где-то 40 разных ответвлений, которые приводят тебя к разным концовкам, там, чтобы посмотреть все, фактически весь контент изучить. За это не дают ачивку, потому что на консолях Nintendo нет ачивок. Как правило... Потому что ачивки для слабых. Ачивки для слабых духом. Заходишь на GameFacts, и вот по этим веткам выбираешь, как пройти таким образом, чтобы выйти очередной кусочек сюжета, которого ты не видел. В общем, тема, она очень нишевая, но среди своих фанатов просто культовая. Поэтому, как бы, третья часть это... Это круто, но не для всех, скажем так. Еще в App Store, хочу сказать, что лежит в японском, как минимум, лежит версия игры, в которой нету непосредственно геймплея. То есть они оттуда его вырезали, все загадки оставили только сюжет, который... Это во второй части ты имеешь в виду? В предыдущей. По-моему, и первая, и вторая, если не ошибаюсь. Но первая точно. Кстати, по поводу первой и второй части, разработчики, издатель намекнул, что на ПК появится... То есть сейчас игра выходит, третья часть выходит на 3DS и PlayStation Vita. А когда точно, вы можете увидеть на экране у Павла, потому что мы это увидеть не можем. Летом. Да, летом. А на ПК она появится чуть позже, и есть намеки, что появятся первые две части на ПК. Да, потому что оригинал выходил только на Nintendo DS, сиквел выходил на... Ну, помимо мобильных телефонов, где своя особенная версия, оригинал выходил на Nintendo DS, сиквел выходил на 3DS и PlayStation Vita. Вот. И в пользу этого Костин еще указывает то, что компания, которая издает эти игры, издала уже Danganron по обе части на ПК. или выпустит. Я не помню, вышли ли обе или только... Не, одна вышла, другая выйдет в апреле. Danganron по, кстати, нормальная тема. Я поиграл. Довольно-таки забавно. Это хороший способ обладателям ПК поиграть в игры жанра... Визуальная новелла, да. Ну, по сути, визуальная новелла. Но ответвление от визуальных новелл все-таки конкретно про суды. Визуальная новелла про суды. Ладно, окей, долго задержались, давай двинемся дальше с переменным успехом. Состоялся релиз онлайновой стратегии Star Trek Чужая Земля. В России вчера вышла браузерная онлайновая стратегия Star Trek Чужая Земля, от 101 XP. В новом проекте по мотивам Star Trek игроки отправятся в самые дальние уголки космоса, создадут свой собственный флот и примут участие в межзвездных баталиях. Все как мы любим. Действие Star Trek Чужая Земля происходит сразу после событий сериала Star Trek Voyager. В игре найдется место двум фракциям Объединенной Федерации Планет, состоящей из людей и вулканцев, и Клингонской Империи. Общим врагом для обеих сторон станет агрессивная раса вид 8472. Следить за развитием проекта и зарегистрироваться для получения стартового набора, потому что игра фритуплейная можно на официальном сайте. Там же можно посмотреть и трейлер, и у нас новости можно посмотреть трейлер. Хочется сказать, что по Star Trek вообще там игры не часто выходят. Да, я хотел сказать, что все фанаты Star Trek должны быть рады. Должны быть счастливы, потому что, ну, вне зависимости от качества, я просто еще не играл, не знаю. Вот. Игр по Star Trek просто выходит немного, поэтому когда что-то относительно, хотя бы там симпатичное, интересненькое выходит, это обязательно надо ценить. Вот. Ну, а так в целом, насколько я вижу, это стратегия, которая там происходит и на планетах, и в космосе и так далее. Вот. Стартовый набор опять-таки бесплатно при регистрации, поэтому вполне себе можно попробовать. Да. Ну, то есть, у нас Star Trek вообще стал хоть какую-то популярность, мне кажется, набирать. После перезапуска. После перезапуска. После перезапуска кино. Да, я даже перезапуском бы не назвал, там все, вот там огромный замес. Я имею в виду, киноперезапуск плюс сериал стали более доступны и так далее. То есть, вот это все. Случилась цепочка событий, приведшая скотые новости, которые мы озвучили. И это, в принципе, логическая, так сказать, кульминация. Появление игр в русском сегменте с переводом на русский язык про Star Trek. Окей. Я просто играть не буду, я не люблю Star Trek. Я, ну, я вообще... Я топлю за «Звездные войны». Я и в «Звездные войны» бы в такие не играл. Ну, вот ты... Потому что, ну, то есть, я вообще, ну, по «Звездным играм», что «Звездные войны», что «Star Trek». Звездные игры. То есть, «Вавилон 5», вот это все, это вот эти космические, просто инопланетянами. Я как-то... Я больше про людей. Массоэффект, наверное, у тебя тоже не очень, да? Массоэффект на грани. Тоже не очень. На грани. Вот такая. Мне люди нравятся. Посредственно. Я люблю людей. Я тоже люблю людей. Я этот... Не любитель инопланетян, кстати. Вот. Сегодня зрители... Сегодня зрители узнали о тебе что-то большее. Что я не люблю инопланетян? Да. Ну... Я люблю людей, я не люблю инопланетян. Да, да. Копирайт Арика. Вот. Но в целом мне нравится сама тенденция. Окей. Вот. Так что... Солидарность там. Все, все, кто неравнодушен к «Star Trek», я бы рекомендовал хотя бы... Попуститься. Да. Попуститься. И попуститься и взглянуть. Вот. А тем временем продолжим. Объявлены лауреаты, слава богу, в этот момент как раз. Да. И именно в момент, когда очень нужна поддержка текстом. Не, не нужна. Не нужна, ты помнишь? Просто там надо зачитать как бы по номинату. Я тебе сейчас зачитаю. Ну, я помню, что там «Her Story» и «Ведьмак 3», и как бы ничего особо интересного нету. В общем, все плохо. Ладно, окей. Жизнь – боль. Импровизационные новости. Жизнь – боль, да. Объявлены лауреаты Game Developers Choice Awards, которая прошла на GDC 2016. Во-первых, «Ведьмак» взял свою 251-ю награду. Игра года в этот раз. Ну, это награда, я имею в виду. И, ну, то есть не всего 251 награда за игру года, а всего 251 награда. Всего 251 награда, включая там лучший RPG, графику и так далее. Любая награда вообще. Да. В этот раз на Game Developers Choice это игра года «Ведьмак 3». Это пока что самая награждаемая игра, как заметил кто-то на Reddit. Предыдущая самая награждаемая игра была «The Last of Us». Да, все верно. Между прочим, эксклюзив для консоли PlayStation. Все верно. У нее было 249 наград. Да, да. То есть всего на 2 получается меньше, чем сейчас у «Ведьмак». «Ведьмак» молодец, мы его хвалим. Да, но «The Last of Us» в свое время выходила только на PlayStation 3. Потом появилась она на PlayStation 4 в качестве переиздания. Но силы немного не равны в этом соревновании, прямо скажем. Потому что хотя бы в силу того, чтобы «Ведьмака» больше людей поиграло, более широкий охват был в плане аудитории, у него было больше шансов взять награды. Они все-таки выдаются не пользователями, а людьми из индустрии. Я в целом согласен. Поэтому у «Last of Us» 249 наград. Потому что если бы выдавали пользователи, то там точно не было бы «Last of Us» и рядом. Вот. В смысле? Ты имеешь в виду из-за того, что мало кто играл? Да. Ну, на самом деле, «Сообщающийся сосуд» немножко эта тема, потому что часто награждают те вещи. Ну, в общем, нужно быть, как сказать, нужно быть в тренде, нужно быть трендовой игрой. Чем больше играют, тем больше хайпа, тем больше о ней говорят, тем больше пишут, тем больше присматриваются. Тут я с тобой не согласен. Знаешь, почему? Потому что больше всего наград сделала «Her Story». Это да. Она просто сделала… Вот тут у меня аргумент против тебя, и мне кажется, он довольно сильный. Потому что «Her Story» берет награды просто пачками. Лучшая мобильная игра. Так вот, лучший дебют «Orient the Blind Forest». Окей. Молодцы. Да, это заслуженно. Награда за инновации «Her Story». Лучший арт-дизайн «Orient the Blind Forest». Лучшая мобильная игра «Her Story». Лучший сюжет «Her Story». Да не играли же, мы не знаем вообще, что там. Лучшие технологии. Мне рассказывали весь сюжет. Мне Яна рассказывала вообще всю игру. Она там рассказывается за 15 минут. Я поиграю. Я специально… Пострелю. Я серьезно ее пострелю. Да, я пострелю. Вот без шуток. Я сяду и выстремлю из нее все дерьмо. Реально нужно. Наконец-то давно. Серьезно. Почему мы раньше этого не сделали? Она же короткая, она вообще идеальная для дома. Лучшие технологии The Witcher 3 Wild Hunt. Ракетные. Да, ракетные. Ракетные технологии, Ведьмак 3. Лучший звук Crypt of the Necrodancer. О, да-да-да. Это приятно. У меня аж в голове сейчас музыка заиграла, когда ты озвучил это. Игра очень при этом потная, я не могу в нее много играть. Требуется непрерывная концентрация все время, но музыка там просто обалдеть. Ну и игра года, мы уже сказали, «Ведьмак 3. Дикая охота». На церемонии была… Кольская пехота. Знаешь, каких-то других игр не существует, серьезно. Вот других игр нет. Нет уже. Я сейчас даже не про Blood Board. Да хватит уже про Blood Board. Я даже не про него. Вот ты про него говоришь, как будто других игр нет. Я даже не про него. Ну тут много… Нет хотя бы там лучший геймдизайн, например, да? Или там лучший геймплей нету, да, категории? Слушай, ну серьезно, лучший сюжет уже не первый раз получает Херстер. Я серьезно хочу вот пройти и… Ты вижу, уже пересказал я. Да, но вот я не понимаю. Ну то есть я не вижу… Все, я хочу, все, я просто постриму. Тут сюжет, ты знаешь, в целом лучший сюжет это не только сама история. Я понимаю. И так как она подается. Это еще и способ подачи. Спасибо Захар, это очевидно. И вот именно способ подачи он тут, я думаю, решает. Потому что это игра, в которой есть компьютер в твоем компьютере, в котором ты рыщешь по краю. Но это не впервые уже. Впервые. Компьютер, где есть компьютер? Игра, которая, ну, себя представляет от рабочего компьютера. Внутри компьютера. Я в курсе. Я в курсе. Я все знаю про эту игру. Ну пройди, Елыш. Я даже знаю, какой быстро пройти. Понимаешь? На церемонии, ладно, бог с ним. Скорстория. Возможно, ну все неправы, весь мир неправ. На церемонии были награждены… Глава разработки, также, помимо этого, глава разработки The Elder Scrolls и Fallout. Тодд Говард за пожизненные достижения в индустрии. И создатель Майнкрафта Маркус Персон. И за инновации. Ну он сделал лего в компьютере. Смотрите, он это аватор. Ладно, извини. Очень примитивный взгляд. Ну меня подбабливает от Майнкрафта. Слушай, ну в Майнкрафте там можно… Он крут, но уже очень долго по нему. Ну очень. Так это же награда не за 2016 год, а за вклад. Он никак не развивается. Нет, Майнкрафт все время развивается. В том-то и дело. Майнкрафт все время развивается. Там идеально, да, акетные технологии. Ты можешь там сделать все, что угодно. Да я знаю это. Ты можешь сделать айфон и позвонить себе, если ты помнишь. Да-да-да. Понимаешь, мой брат, которому 40 лет, он играет в Майнкрафт и говорит, что это гениальная вообще вещь. Ты меня убедил. Ты меня убедил. При том, что я с ним рос, он фанат GTA, лютый и так далее. Он говорит, что там действительно интересно, там можно делать вещи, которые ты нигде не можешь делать. Ты можешь относиться как угодно к детям, которые играют в Майнкрафт. Понимаешь? То есть тут такая… Она настолько в тебя объявляет, что люди там от 10 до 80 играют. Ладно, удивительно зрело была озвучена эта мысль от тебя, поэтому я вынужден согласиться. Ты меня убедил. И, наконец, было представлено трогательное видео, посвященное покойному президенту Nintendo, Сатору Ивать, который скончался, напомним, в июле прошлого года. Один из пользователей форума NeoGAF отметил, что Ведьмак получил 251-ю награду, о чем мы… А, не Агаф, а я сказал Reddit. Не Агаф, да. Интернет-детективы, короче. Ну, может, сейчас Reddit на нас суд подаст, то есть не Агаф за то, что… Мы столько вообще пиарим этот Не Агаф и Reddit, столько… Вот я готов… Там столько русских пользователей появилось. Большинство наших зрителей узнали про Не Агаф и Reddit от нас. Я вот готов поспорить реально, столько мы про них говорим вообще. Ну, хорошо. Это какой Линси Лохан надо быть, чтобы на нас за это подать в суд вообще? Ну, это шутка была, да. Ну, не знаю, я взбомбил. Взбомбанул что-то. Взбомбануло, хэштег. Ладно, все, закончили с Ведьмаками, с ее историями. Давайте поговорим про историю Overwatch, которую… Ведьмач истории. Которую расскажут в комиксах и мультфильмах. Blizzard объявила о планах выпустить по мотивам Overwatch короткометражный мультфильм. Какая-то блестящая идея пришла им в голову. Причем, по-моему, если я не ошибаюсь, я где-то читал, что они будут эксклюзивно на сайте Xbox, что ли, или что-то такое. Нормально набросил. Ну, я серьезно, я проскакивал вчера в голове. Ну, может быть, я просто… Такая новость. Я сейчас поищу, ты пока читай. Я не знаю деталей, но да, ты посмотри. Выпустить по мотивам Overwatch короткометражные мультфильмы бесплатные веб-комиксы и графические новеллы. Анимационные зарисовки начнут выходить уже в марте, и их выпуск продолжится до выхода игры, который запланирован на 24 мая. Новое видео есть, также выпущенное компанией Blizzard, которая показывает процесс создания этих милых роликов. Из неподтвержденных источников? Из неподтвержденных источников. Я вчера вычитал у себя в ленте новостной, вот я нашел этот пост, не будем как бы пиарить неподтвержденные источники, тем не менее… Не Агаф. Ну, не Агаф. Ну, я знаю, я вижу, я аж пошутил. А, окей. Ну, мало ли, может, ты там увидел не Агаф. Вот. И да, примеры будут на сайте Xbox. И вроде как 21 марта. Да, вроде как даже так. Вроде как так. Ладно, посмотрим. Поживем и увидим. С апреля Blizzard будет выпускать бесплатные комиксы, рассказывающие о героях игры. Первый выпуск будет посвящен ковбою МакКри. Есть несколько у нас панелей и несколько страничек из будущего комикса, можно оценить. Наконец, в этом году, очевидно, уже после релиза игры, увидит свет графическая новелла First Strike, посвященная давним похождениям команды Overwatch. ОБТ, Overwatch начнется 8 мая. Релиз состоится 24 числа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Если честно, уже ручки чешутся. Хочется поиграть в полную версию. Да, она не сильно отличается от полной сейчас уже в бете. Ну, в смысле, карта будет больше. Ну, там и так много. Там и так до всего дофига, ну, серьезно. То есть, ты можешь заглянуть как-нибудь. Будет-то еще больше, наверное. Ну, возможно, да. Тем временем, Low Breakers больше не фри-то-плей игра. Заметьте, заметьте, как тенденции-то меняются. Заметьте, какая новость была перед этим, да. Да, да. Low Breakers, арен-шутер от Клиффа Ближински. Больше не условно-бесплатная игра. Новый логотип вы видите сейчас на своих экранах. Слева был старый, с кружочком. Теперь без кружочка. Кружочек, видимо, кто-то запатентовал. Да, не, он просто выглядит как-то гнойно. Ну, в смысле? Он просто выглядит как-то по-хейловски. Да не нужен он просто. По-хорошему-то счет. Ну, новый логотип, он лучше. Убрать кружочек. Более стильный. Я согласен. Без какого-то, знаешь, тюнинга. Вот такого дешевого. Сразу вижу, что слева это фри-ту-плей. Да. Как его босяцки. А справа это премиум. Серьезная премиум, да. Серьезная премиум игра. Да. В студии Boss K Productions, именно так называется студия Клиффа Ближински, и посчитали, что условно-бесплатная модель распространения работает для немногих игр. А большинство игроков от упоминания этой фразы перестают слушать дальше, что является в принципе правдой. Я тут же открываю этот браузер и начинаю писать в комментариях гневные письма. Да, да. Фу-фу-фу. Вот. Сколько будет стоить lowbreakers на выходе неизвестно. Я думаю, что на это решение повлияло решение Blizzard делать Overwatch не фри-ту-плей. Да, нет. Я думаю, да. Я почти уверен. Я уверен, что нет. Они же не конкуренты. Они же не онлайновые шутеры с несколькими героями, которые будут напрямую конкурировать. Но это все равно онлайновые шутеры. Я, я, это, это сарказм. А, это сарказм. Слушай, ну иногда же я тоже должен. Реально надо качать, реально надо качать химию. Начинает, начинает это изнашиваться. Конечно, конечно. Естественно, все сейчас на Overwatch будут равняться. Я думаю, сейчас разработ... Сейчас Тим Портрест начнут за деньги продавать, реально. Ты просто впервые так классно сделал свой сарказм, что даже я не понял. Значит, надо просто, просто забить. Просто не стараться. Да, я просто констатировал очевидное, но не для всех просто. Поэтому Захар решил меня подстебнуть. Ну ладно, конечно. Подстебнуть, да. Вот. Они же совсем, да. Они же совсем не конкуренты, как правильно сказал Захар. И мы, собственно, ждем лоу-брекер с... Этим летом, по-моему, да? Ну, бета-тест, наверное, будет какой-то. Ну, сначала, наверное, будет, да, действительно. Без бета-теста выпускать такую игру... Ну, в любом случае, да, конечно, косяки надо посмотреть, поправить, которые есть перед стартом. Бета-тест необходим. Вот. Будет ли он или нет? Ну, наверное, да. Когда, мы не знаем. То есть, соответственно, когда будет, тогда и пострелим, посмотрим. И решим, что вообще за блюдо такое, новая игра от Калифа Ближински. Потому что пока что довольно-таки непонятно. За исключением того, что там можно порхать по карте, как бабочка. Ну, я помню, ты хвалил, когда показывали первое. Ну, то есть, тебя впечатлило. Ну, ролик меня впечатлил, но... Меня вот меньше. Геймплей вообще, как бы, вообще нету особенно. Ну, пью-пью. Ну, геймплей-то есть, видосы есть, но непонятно вообще, что это. Как это играет, как это в динамике ощущается. Короче, там все довольно... Да. Темная лошадка. Темная лошадка, этот ло-брейкерс. Темная лошадка, Клиф Ближинский. Нам показали новые убийства с рентгеном в ролике Снайпер Элит 4. Паша, у тебя работает все еще? Отлично. Да у него же все заранее открыто. Так вот, по поводу Снайпера Элита я могу что-нибудь сказать. Нет, зачем? Я тоже могу же сказать. Ну, типа, я посмотрел этот ролик. Я играл в старые. А, ты играл в старые. Но очень давно. Там есть система, там есть, как это сказать-то... Пули, там есть винтовки и снайперы. Да нет, подожди, подожди. Есть специальный режим, в котором показывают, как ваша пуля, которую вы выстрелили из своей винтовки, вонзается врага, разбивает ему там, дробит кости, врывается шрапнелью в его... Это не совсем специальный режим, это сама игра. Да, в игре есть. Ну, в смысле, каждый раз, когда ты в игру попадаешь... Да, да, да. То есть это не то, что там, типа, играть в игру и играть в режим рентгена, это не... Ну, я думал, там надо на кнопочку нажать, условно говоря, как в Maxi Pay не надо. Не-не-не. Ну, не надо, окей. Это не надо, это просто... То есть, как было раньше, ты, ну, в старых Снайпер Элитах я немножко играл, ты стреляешь и просто, если ты, например, попадаешь в голову, то тебе просто, ну, стреляешь в голову, тебе показывают вот этот момент. А здесь в ролике там дошли до уже полного безумия. Рентген, естественно, не такой беспонтовый, как там в первых частях, а здесь прям вообще все по суперкрасоте. Ну, короче, прям мышцы, все это там внутренние органы. Мортал Комбат X против Мортал Комбат 9. Даже, даже лучше. Даже лучше, чем в Мортал Комбате, потому что здесь даже в мошонку можно выстрелить. Там есть просто кадр, где... На голове. И там пишут... Подожди. ...тестикл-шот, понимаешь? Стоп, стоп, ты сказал, когда ты попадаешь в голову, включается режим, который... Было раньше, теперь... Теперь, когда ты встречаешь в мошонку, значит, мошонка на голове... Теперь же любой... Да, как у Питера Гриффина. Как в этом. Люди в черном 2. Осторожно, Джей, это яйцебороты. Он такой снимает, у него там платочек повязан. Да. А там... снайпер элит. Да, снайпер элит. А там снайпер элит. Так вот, да, теперь рентген вообще распространяется на любое убийство. То есть ты можешь выстрелить... Очень много убийств, связанных с окружением. Такой тупой фильм. Люди в черном 2? Я сейчас вспомнил. Вторая часть именно. Именно вторая часть. Да, я, кстати, давно пересмотрел все части и... Третья нормик, скажи. Вот третий нормик, реально. Слушай, я вообще не фанат. Я тоже. Но третий нормик, ну согласись, нормик. Вот прям ле нормик. Ле нормик? Вот в конце... Слушай, они все тупые. Серьезно, они все тупые. Да. Они безбожно тупые. Да, но первая, короче, она такая... По-доброму тупая. Третья еще и с путешествиями во времени заигрывает. Да, 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 да. Но в конце там вот прям нормасик. 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 Ладно. Ладно, что про снайперлит еще можно сказать. В этой части и в Клоуз Комбате будут разыгрываться рентген сцены. Да, то есть теперь рентген, я так понимаю, вообще при любом убийстве будет происходить. Там мы еще показали убийство с помощью окружения. Это когда там баллоны всякие, боезапасы, вы в них стреляете. Там они... Шрапнель летит, убивает врагов. Все в рентгене по красоте. Можно выстрелить в пах и убить... Можно выстрелить в голову. Можно выстрелить в голову. Можно выстрелить куда угодно. Нет, больше никуда нельзя. Либо в пах, либо в голову. Ну, то есть вот два варианта. Две точки отображаются на этом, на враге. Вот, мне еще понравилось, что там можно выстрелить не просто в окружение взрывающееся. Можно выстрелить в балку под ногами. Ну, то есть вот стоит солдат на деревянном каком-нибудь помосте. Вы можете выстрелить в опорную балку, и он упадет и умрет. То есть, нет, понятно, что никаких ракетных технологий. Это было еще в Half-Life 2, но как бы... Которая величайшая игра всех времен народов. Которая не величайшая игра всех времен народов. Прошел, умер, и жизнь прожит и не зря. Популист. Нет, в свое время Half-Life просто рвала мозг. Просто, ну, на куски взрывала, серьезно. Вот, просто невероятно. Меня в свое время взрывало... Она до сих пор хорошо играет. Знаешь, какая игра на куски мозг взрывала? Bloodborne? Нет. Снайпер элит. Нет, и даже не снайпер элит. А игра такая, я ее уже пару раз упоминал. Называлась она Little Big Adventure. Да-да, я знаю. Вот она реально выносила мозг просто своей крутизной. Серьезно. Серьезно. Ты просто не играл, Захар. Серьезно. Ты не играл. Я запускал ее на PSP. Я говорю, в свое время. Мало играл, мало играл. Ну, в общем, не суть, не об этом сейчас. Хипстер. Популист и хипстер. Ты. Ты. Я не популист. Ты хипстер. Я хипстер. Престарелый. Так я-то что-то не разобрался и начинаешь гнать. Я тоже самое и говорю. Все. Ладно, не об этом речь. К дьяволу вообще снайпер элит 4. В общем, круто. Я посмотрел новый трейлер снайпер элит. Красиво выглядит. Я очень хочу поиграть теперь. Ничего себе, как ты быстро. Какой ты ветреный вообще. Когда были первые снайпер элиты, мне не нравились. Новый, когда первый раз трейлер вышел, мы с тобой обсуждали. Мне что-то как-то не очень. Потому что показывали вот эту Италию и все. А сейчас я вот увидел вот самый смак. Увидел мясо. Увидел мясо на костях. Разлетающих. И теперь... И теперь хочу. Окей, ладно. Давай дальше. Переходим к следующей новости. Президент Sony ответил про мультиплеер между Xbox One и PlayStation. Ответил за мультиплеер. Ответил за мультиплеер, да. Все правильно. Немножко напомним события. Не так давно Microsoft, по-моему, в лице Фила Спенсера сказала, что... Пацаны. Всем... Мультиплеер всем. Да. Вот. Связано это с тем, что... Xbox немножко меняет свою политику. Будет общая экосистема. ПК, Xbox, Windows 10, все дела. Мы об этом рассказали в игромании уже не та. И долго очень упорно и красиво обсуждали. Так вот. И было заявлено впоследствии, что будет первый... Кросс-проферменный мультиплеер между ПК и... Ну, первый для Microsoft. Между ПК и Xbox One в игре Rocket League. Это, типа, первая ласточка. На что и сказал еще... Очень важно было сказано, что мы не против. Мы откроем все эти, типа, двери. Супермена. Мы откроем все двери для того, чтобы мультиплеер между Xbox и PlayStation 4 тоже был возможен. Типа, с нас взятки гладкие, теперь... Дело за Sony. Так вот. Еврогеймер на Games Developers Conference подкатил к Сюхеу Йосиде, который был, собственно, там и, наверное, еще там. Вот. Подкатил и задал несколько вопросов в лоб на эту тему. Не испугался и подкатил. Да. Не испугался и подкатил, да. Сюхеу Йосиде, собственно, сказал, что вообще для нас это не новое. Мы уже делали на PlayStation 3, на ПК кроссплатформенный мультиплеер, на PlayStation 4 и ПК кроссплатформенный мультиплеер со Street Fighter 5, например, и с Rocket League, с тем же, с которым сейчас будет делать Xbox. То есть для них это не новость. Вопрос в другом, что, как бы, в целом кроссплатформу окей, а что вы скажете на то, чтобы делать кроссплатформу между Xbox One и PlayStation 4? Задали Сюхеу Йосиде вопрос, и он ответил, что, в принципе, ну, то есть я просто в целом скажу, что он сказал, не буду цитировать, переводить, потому что с английского в прямом эфире это только Захар умеет. Я не так скинул. Поэтому эта новость досталась тебе. Да, поэтому, нет, не проблема, как бы, все понятно. Он сказал, что, в принципе, это, возможно, есть проблемы, связанные с юридической составляющей. Потому что, во-первых, обе, в отличие от ПК, это открытая платформа, поэтому с ней кроссплатформу делать несложно. Сложнее делать кроссплатформу с двумя системами, с закрытой экосистемой. На данный момент они еще закрыты обе. Вот. И это первая проблема. Но это решаемо, он сказал. Технический момент остается за разработчиком, и это, в принципе, если доступ есть и туда, и туда, то это не проблема, это решаемо. Вторая проблема, которая чуть серьезнее, это, как это называется? Мозги. Нет, не мозги, а юридическая составляющая. Вот. Юридическая составляющая, потому что на каждой из платформ есть свои вот эти, которые вы подписываете, типа, я согласен, что вы придете ко мне домой, заберете меня в плен, там, и так далее. Ну, то есть, то, что называется пользовательское соглашение. Вот. Эти юридические моменты, которые немножко отличаются в системах. И тут уже должны юристы как-то согласовать между собой, чтобы не было никаких конфликтов интересов и других прочих конфликтов. Если кратенько, если кратенько. А где уже все? Ну да, ну я резюмирую. А, давай. А если кратенько, то теоретически это возможно, но, наверное, не в ближайшем будущем. Как-то вот так. Ну, в общем, он сказал, что, скорее всего, это будет, если это будет, то первая ласточка также будет Rocket League. Вот. Еще он, ребята из Eurogamer это отметили, что, скорее всего, если будет кросс-платформ между Xbox и PlayStation 4, ну, пока уже, как бы, есть, не обсуждаем. То есть, трехсторонний в данном случае. То это, скорее всего, будет Rocket League, но посмотрим, так как уже, в принципе, большая часть проблем с этим налажена. То есть, PlayStation 4 PC, есть Xbox One PC. Теперь осталось объединить две, собственно, консоли. В общем, я не знаю, у меня такое впечатление создалось, что он не очень как-то... Оптимистично настроился. Ну, такое ощущение, что он, ну, как-то... Не хочет. Он очень аккуратно отвечал на эти вопросы. Ну, потому что нет ответа, на самом деле, никакого. Да, парни, вперед. Нет у него ответа. Кстати, по поводу аккуратных ответов, вчера PR-менеджер компании... Да, я тоже хотел сказать. PlayStation... Может, чуть позже, когда про VR будем говорить? Ну, давай, ладно. Ну, там более актуально просто будет. Окей, хорошо. Учитывая то, что это следующая новость, можно, как бы, двинуться, да, к ней. Ну, все, тогда, да, мы закончим с этой новостью, можно резюмировать. Тогда давай про PR-менеджер компании Sony, да. Компании PlayStation... Ну, не компания, окей, PR-менеджер. Российский PR-менеджер... Компании Sony. Компании Sony. Из бренда PlayStation, скажем так, в России. Дима Лазер. Да. Рассказал по поводу российской стоимости шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Развлечься слухи, да. Да, и поскольку на Западе цена шлема привязана к стоимости консоли PlayStation 4 на 1 терабайт и равняется ей, скажем так. Да, 399 долларов или евро. Да. То в России будет так же. То есть цена PlayStation VR будет привязана к стоимости консоли PlayStation 4 на 1 терабайт. Если я правильно помню, он сказал, что цена не превысит цену консоли. Ну, да, она будет аналогична по идее. То есть мы можем, в принципе, почти суверенности. То есть сейчас это 30 тысяч рублей. Да, 31. 31 тысяча рублей. Да. Если там зависит от рубля, он может как укрепиться, так и ослабнуть. к октябрю, условно говоря. Это повлияет на цену и консоли. Как только это повлияет на цену консоли, это повлияет на цену шлема. То есть точную цену нам пока что не озвучили, но она будет в районе 30-31 тысяч рублей по нынешнему курсу. Получается, что так. При этом вот мастерство пиара не сказал ни одной цифры, а мы с тобой ее озвучили сейчас. Ну, мы искали, что предположительно. Он не скажет, что будет стоить там 30 тысяч рублей. Так он и не может сказать. Вот и не может сказать. Потому что если компания Sony вдруг передумает и цены поменяет, то как бы он скажет, что ну и что, я... Я пошел. То есть то, что цена на консоль может поменяться. Может поменяться. Знаешь, может выйти VR и цена, например, увеличится или уменьшится? Ну, нет. Нет. После... На Западе уже нет. Они официально анонсировали его цену. Я в России сейчас. В России, да. В России, да. Например, VR и, ну, то есть, предположим, цена консоли подорожает там на 3 тысячи рублей или подешевеет. Ну, да, да, да. Поэтому я назвал определенную цену. Кто-нибудь придет и говорит, а что ты мне сказал, что будет столько, а консоль, а теперь стоит 28? Нет, ну это да, это да. Что скажешь? Почему дешевле? Я хочу дороже заплатить. Почему ты не хочешь забрать мои деньги? Вот, да. Поэтому, чтобы этого избежать, естественно... В общем, вот такие новости, да. Вы можете уже примерно там, не знаю, ориентироваться, откладывать денежку и так далее. Если вы хотите обзавестись шлемом виртуальной реальности, все-таки от Sony на данный момент предложение одно из самых выгодно. Но сейчас немножко приоткроем завесу тайны, почему игры на PlayStation VR выглядят так неважно. Вот. Потому что они обязаны выдавать не менее 60 кадров в секунду. А хоть и подлые игры. Они должны выдавать не меньше 60 кадров в секунду. И если этого не случится, то Sony просто не верифицирует вашу игру. Она не разрешит ей выйти на PlayStation 4 в связке с PlayStation VR. Да я все помню прекрасно, что там рассказывают. Ну ладно, давай прямая речь. Есть у нас прямая речь. От Криса Нордона из Sony Computer Entertainment America. Он говорит, что частота кадров весьма важна. Если она будет падать ниже 60 кадров, то игроки могут испытывать морскую болезнь или головокружение. В общем, дискомфортное ощущение. Отпустить они этого не могут. Да. И я сказал, например, если придет игра от разработчиков с 55 и 51 кадром в секунду, они скорее всего завернут ее, потому что она не соответствует 60 кадрам в секунду. То есть скорее всего это сказано на случай, если например падение этих кадров будет один раз за игру, то я думаю, что игру одобрят. А если это будет происходить там на протяжении всей игры, то естественно до свидос. 60 кадров в секунду, да, это минимум, подчеркнул Норден. Напомним, что летом проходила новость, что для комфортной игры в VR нужна частота кадров в 90. То есть 90 кадров в секунду. Вот это прям супер плавная картинка без какого-либо дискомфорта. Да, речь по-моему шла тогда про Oculus. Да, речь шла про Oculus, но механизм-то в целом один и тот же. Вчера на сайте Kotaku один из редакторов провел весь день с PlayStation, ну не с PlayStation VR, скажем так. Сведанка, да. И переспал, да Витя. Сведание вслепую. Да, условно говоря. Провел целый день с очками виртуальной реальности, не скажу, что PlayStation VR, может быть какая-то другая модель, просто в очках. А весь день прям провел очках? Ну, очень много играл, скажем так, очень много играл. Там у него было сколько-то 30 демок, в каждой из которых он провел там по 30-40 минут. Ну, в общем, сидел, так нормально залипал. И он говорит, ребята, я чуть не сдох. Мне было очень плохо, у меня болела голова, у меня слезились глаза. И, короче, сомнительная тема – это ваша виртуальная реальность в таком ключе. Ну, это авторская колонка, это мнение одного человека. После Nintendo 3DS многие тоже говорили, а, у меня теперь будет рак сетчатки, что это за дерьмо, там, и кидали ее в мусорке. Из-за чего? Ну, из-за 3D. Я не могу смотреть на 3D без очков, у меня кровоточат глаза, я вижу Иисуса, там, и так далее. Вот это вот все было. А оказалось, что в целом-то нормально. В целом-то нормально. Да. Вот. Так что… Ну, слушай, вижу Иисуса – это немного из другой категории, потому что обычно… Да никто не говорит, что он видит Иисуса. Я просто сразу вспомнил мое любимое, когда нашли Иисуса в куске от ЧИТОС, и назвали его ЧИСУС. Вот. И, ну, ты знаешь, где вообще видят обычно лик везде. Да. Да, и неудивительно, что после Яры… Нет, я еще по поводу этого я видел еще лик Биг Босса на собачьей заднице. Это не Биг Босс был, это тоже было. Нет, это был Биг Босс. Нет, я видел, ну… Ну, был и Биг Босс. Может быть, не задница, может быть, там ухо было. Ну, короче, где-то… Ну, в общем, да, это, конечно, безумие. Это был не Наскафэ, в общем, да. Да, там в куске хлеба, там, и так далее. Это… Британские ученые нашли. Британские ученые, да. Британские ученые, да. Вот. А по поводу VR, естественно, если вы покупаете VR, там, по-моему, есть рекомендуемое количество времени, в котором стоит в нем проводить, и это явно не весь день. 5 минут. Я провел в VR полчаса и чувствовал себя великолепно. Никаких проблем. Ну, это был VR HTC Vive, да? Ну, я согласен, я тоже провел в VR где-то минут 30-40, я тоже чувствовал себя норм. Ну, то есть не было никаких проблем, кроме восторга. Вы не будете с соляриями? С соляриями, да. С соляриями? С соляриями. С соляриями. Особенно на мою, на мою смуглую кожу, посмотри. Смотри, Захараш… Если ты чернокожий, ты специальный обеливающий солярий? Отбеливающий солярий. Я, да, не будем про обеливание… Я хочу посчитать… Я хотел посчитать… Захараш засерел. Засерел, бед. Заплесневел, с вами заплесневешь каждый день с утра новости вести ладно в любом случае в любом случае в любом случае пока что рано паниковать но волноваться стоит а я делаю не закончил новость наверное сразу не слышу что я сказал не стоит паниковать окей очень волнительный момент это не сделал упор на то что блэстейшн вермош использоваться как платформа для асимметричного мультиплеера да кстати вчера когда мы обсуждали мультиплеер я говорю что асинхронный мультиплеер я перепутал с асимметричным да как на view собственно о чем говорил Захар когда один сидит в VR например а четверо остальных лежат в земле я даже не пойму как теперь спасти эту шутку понимаешь это не шутка потому что ты их закопал в VR они как раз много шутили поэтому так и вышла не надо по этому поводу шутить ну вот поэтому это очевидно да это один из способов применения VR который кстати мне менее интересен нет ну например есть игра где ты играешь там игрок в VR играет за холт и Годзиллу который разносит город а четыре других персонажа с помощью не игры нет это есть предположение что это один из вариантов да да окей с помощью плебейских жойстиков в обыденной серой реальности пытаются его остановить и вот такое вот волшебное времяпрепровождение Sony видит в ваших гостиницах примерно с октября этого года да тем не менее Sony и Oculus обсудили VR шлемы друг друга немножко перейдем к следующей новости погладили друг друга по шлемам да погладили друг друга по шлемам В разговоре с Verge, глава SCE Worldwide Studios, Сюхею Си, который у нас герой. Есть очень смешная гифка, можно маленький автопчик? Конечно, у нас вся игра, вся передача про маленькие автопчики. Маленькие автопчики, есть очень смешная гифка с Сюхеем Юсидой, которую показали в игровом видео, снятом на GDC. Там стоит парень, общается с кем-то, ну журналист, общается с кем-то, с каким-то разработчиком, ну, в общем, берет у него интервью. И на заднем фоне мимо них проходит Сюхея Юсида таким нормальной, уверенной походкой, в белой рубашке, там вообще не смотрит в камеру, просто проходит мимо и так далее. Вот, уходит за пределы, соответственно, вот этого экрана. Через секунду появляется снова, идет в обратную сторону, смотрит в камеру и хитро так улыбается. И проходит обратно, короче, и это очень чудно. Ну, в смысле такое, просто прошел, через секунду вернулся, на переднем фоне парень продолжает давать интервью, продолжает его брать, то есть такой, лучшая роль второго плана, вот ему должна отойти по итогам этой гифки. Ему нужно было еще сделать третий заход, и он, знаешь, как будто спускался бы в подвал. Знаешь, такие штуки есть еще, на которых прыгать можно, на одной ножке, пружинистые, вот на ней потом. Потом еще что-нибудь придумал, потом лунная походка, короче. После этого Сюхей Усида заявил. Да, когда прожелся он из стороны в сторону. Да, что очень рад выходу конкурентов PlayStation VR. HTC Vive очень хорош, и для него выйдет множество отличных игр. А очень скоро появится Oculus, и это вдохновит разработчиков, и киноделов, и всевозможные стартапы на использование VR. Это все нам поможет. Мы часть этого движения и чувствуем большую ответственность за свою работу. Как объяснил Иосида, чем больше людей приобщится к VR, тем лучше для всех компаний, работающих с витальной реальностью. Тут абсолютно прав, тут гадалки не ходили. Ну, он сказал очевидную вещь. Да, но, ну, то есть, он мог бы и сказать, что наш VR, только наш VR, и ничего, ничего, кроме наш VR, а он нормально выступил. Иосида сказал, что Sony не старается заглядывать далеко в будущее и стремится, в первую очередь, угодить владельцам PlayStation 4. В PlayStation VR используются контроллеры PlayStation Move. Мы решили не менять его дизайн, как говорит Иосида, потому что он и так функционален. PlayStation Move опередил свое время, он, по сути, был контроллером для VR. Мы называли его Motion Controller, но уже в то время его отличала возможность точно отслеживать положение в пространстве, и это главное, что требуется от контроллеров для VR. Это прямая речь, Сухио Исида. Ну, конечно, опередил время, опередил время. Надо было ему немного просто подождать. Ракетная технология. Ну, слушай, ну что он должен сказать? Открылся портал, короче, из будущего, и вылетает туда, короче, PlayStation. Да нет для него ни черта вообще. Так это другой вопрос. Так он же не об этом говорит. Так он не об этом говорит. Нормальная технология. Я понимаю, что ты хочешь захейтить. Нормальная технология. Я знаю, что ты хочешь захейтить PlayStation Move. Я прекрасно понимаю, что ты хочешь... Конечно, я на него деньги потратил. Лютно захейтить. Вот теперь у тебя есть возможность реализовать. Ой, ну спасибо. Пойду, откопаю. Ну, хорошо, подари мне. С заднего двора. Отдай мне его. Ну, надо найти его сначала. Ну, найдя, отдай мне. Не отдам. Ну, а потому... А? А чё ж ты? Не, я не потому что он хороший, а потому что я вредный. Потому что ты жмот. Понятно. Потому что я вредный, да. Ты жмотяра. Вот. Ключевое преимущество PlayStation VR можно назвать цену 399 долларов против 599 Oculus Rift и 799 Vive. Основатель Oculus Palmer Lucky заявил в интервью Gamespot, что его шлем более качественный, а разница в цене не такая уж большая. Мы продаем его за 599 с контроллером, пультом и парой игр. А если сложить стоимость камеры, контроллера и шлема PlayStation VR, выйдет, что цены довольно близки. Да, их продукты дешевле, но я думаю, что это хорошая цена. А они молодцы, что смогли её добиться. Это явно было для них приоритетом, сказал Lucky. Вот. По словам Palmer и Lucky, рынки Oculus и PlayStation VR почти не пересекаются. Если, конечно, кул-хакеры не смогут подключить PlayStation VR к ПК. Наверняка смогут. Да, и об этом пока никто не говорит. Не думаю, что так уж много PC игроков возьмут сразу PlayStation и PlayStation VR. И не думаю, что многие владельцы PlayStation захотят взять Oculus Rift и мощный компьютер добавил Lucky. Исполнительный вице-президент PlayStation Масаясу Ито согласен с Lucky в его оценке. Если говорить про потолок качества, да, стоит признать, что Oculus будет VR получше, сказал Ито в разговоре с Polygon. Однако он требует очень дорогого и очень производительного компьютера. Главное преимущество нашего шлема то, что он работает с PlayStation 4. Он предназначен для повседневного использования, поэтому с ним должно быть легко управляться. И он должен быть доступен. Он рассчитан не на владельцев топовых ПК, а на массовый рынок. По словам Ито, компания извлекла урок из не самого удачного начала продаж PlayStation 3, стоимость которого составляла тогда 599 долларов. Это, кстати, было шокирующе, так скажем, тогда. Да, 599 даже стало мемом. Вот это озвучивание цены на пресс-конференции Sony. Продолжим новость. Немножко осталось. Просто очень много реверансов. Они друг другу отвесили. Да, отвесили. При этом, как объяснил вице-президент Sony Computer Entertainment America, по отношению с разработчиками и издателями Adam Boyes, Sony не будет терять деньги на продажах шлема. Наша цена не опиралась на цены других компаний. Нам, безусловно, надо зарабатывать на продажах шлема, но мы достаточно долго находимся на рынке электроники и умеем находить высококачественные детали, сказал он. По его словам, все устройства Sony со времен PlayStation 4 приносили компании прибыль. А вот Oculus Rift, по словам самого Palmer Lucky, будет для компаний убыточным. Sony покупает детали для шлемов на савиловском рынке. Breaking news. И в довершении всего напомню, что PlayStation VR выйдет осенью в октябре и сразу будет продаваться в России с первого дня продаж. Как у белых людей все организуют. Да, в отличие от, например, Oculus и HTC Vive. Да. Давайте поговорим про… Длинная была новость. Спасибо Арику. Давайте поговорим про немного контента, который нам поставят к шлемам виртуальной реальности. В частности, Star Wars Trials on Tatooine VR организует прогулку по Tatooine в виртуальной реальности. Рост популярности устройств виртуальной реальности вдохновил создателей вселенной «Звездные войны» на новые проекты. Один из них называется Star Wars Trials on Tatooine VR и его представили на GDC 2016. Информация об этой игре для шлема Vive от HTC и Valve пока очень мало. Зато уже можно посмотреть первый трейлер. Он появился на официальном канале YouTube, но вскоре был удален. К счастью, сотрудники портала VR Scout успели его скопировать и теперь вы можете его посмотреть. Можем же, Паша, до сих пор? Да. До сих пор можем и смотрим. Разработкой Star Wars Trials on Tatooine VR занимается студия ELMX Lab. Попутно она участвует в создании виртуального аттракциона для Disney, позволяющего посидеть в кресле капитана Хана Соло. Дату релиза объявят чуточку позже. Приходит потом Хан Соло и говорит, ты че тут? И прогоняет тебя. И леща тебе дает под затыльник и прогоняет. Как уборщица из кинотеатра, когда ты сидишь и ждешь вторую сцену после титров Дэдпула. Типа, че расселся тут? Иди вообще по фронции под бери. Такое ощущение, что графон вот в этом трейлере хуже, чем в Star Wars Battlefront. В Battlefront, да. И это немножко смущает. Ну вот так, какой VR? Какой VR, такой графон. Графон, который мы заслужили. Слушай, ну подожди. Ты думаешь, в VR у тебя будет? Мы с тобой оба пробовали HTC Vive. Подожди. Там графон был ого-го. Ммм, нет. Но у меня в портале был просто чумовой графон. У меня, ну у меня была эта зарисовочка по доте. У меня нигде не было чумового графона. Хороший графон был под водой. Да. Хороший. Но тут же смотри. Чумового не было. И кроме того, ну там это запись же. Ну там только башкой можно крутить по сути. Тут наверное подразумевается какая-то больше. Да может они просто ленивые и не умеют короче. Слушайте, у меня есть объяснение. Объяснение. Окей. В VR это все выглядит лучше. Не, ну серьезно. Когда ты это смотришь на экране, тебе, ну… Ну, вероятно… А когда у тебя вот это все перед глазами, то мне кажется, что это просто выглядит лучше. В том числе, но VR не улучшает текстуры. То есть, да, полигоны не увеличивает. То есть, в целом-то да, но это просто особенность твоего восприятия. По факту игра выглядит довольно хреново. И это даже не игра. Да, ты прав про восприятие. Мне кажется, восприятие в VR лучше, чем когда ты смотришь с экраном. Ну, слушай… На Nintendo 3DS график становится симпатичнее, когда включишь 3D, но она же по сути остается такой же. Ну да, да. Ну вот, кстати, по поводу Battlefront и по поводу того, что будут делать специальную VR-версию Battlefront, я уверен, что графику в ней понерфят по сравнению с тем, что мы увидели с тобой прошлой осенью, когда вышли Star Wars Battlefront. Потому что выдавать там, допустим, на PlayStation 4 такую графику на 60 кадрах в секунду, еще там картинка надо, короче, ну, две картинки, по сути, надо пускать на каждый глаз. Это будет тяжко. Ну… Это будет практически невозможно. Возможно, ты прав. Я думаю, там все будет попроще. Возможно, ты прав. пошел внезапно посмотреть вчерашний выпуск. Нет, я просто вспомнил, что был хороший комментарий по вчерашнему выпуску. По поводу VR? Да, 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 да. Вот он, по-моему. А, нет, нет, там, вот. А, вот. Собственно, вчера у нас был тоже разговор по VR, и человек с ником Cast Ascadius написал, что обладая Oculus Developer Skit 2, могу с уверенностью сказать, что в игры от третьего лица невозможно играть в VR. Это то, о чем вчера спорили, и ты оказался прав. Ну, если верить человеку. Людям надо верить. Да, что у него есть VR. Укачивает моментально, не укачивает лишь тогда, когда твои движения головы синхронны с поведением камеры, главного героя. Если начинаются какие-то движения камеры, которые ты не контролируешь, землетрясения, наклоны, повороты, вестибулярный аппарат не понимает происходящего и отравляет хозяина к белому другу. Очень-очень изящный и милый комментарий. Спасибо тебе, Cast. Ну, тут еще надо сказать, что в Developer Kit 2 могут быть какие-то еще не внедрены технологии, которые позволят избежать морской болезни во время игры в Oculus Rift. В потребительской версии, может, все будет лучше, но в целом, окей, да. Принимаем к сведению. Но, хотя, хочу тоже обратить внимание, все демки, которые я пробовал, что в Oculus, что в HTC Vive, все от первого лица. Да. Да. Поэтому мы доподлинно с Захаром не можем ничего сказать. Мы не так прошарены в этом вопросе. От души... К душе. От души про... Прочистимся ближе к выходу Oculus Rift, который состоится... От души прочистимся, да. Который состоится в апреле. Да. Я думаю, все поняли, о чем я. Но... Ну, продолжай. Помимо этого еще показали... Продолжай. А, ну... Это все, да? Это... Да, ты вообще... Или я не туда ткнул просто. Ты не туда ткнул. Это ты уже открыл как раз свою новость. Да, свою новость, да. Первое дополнение для Star Wars Battlefront показали в новом трейлере. Показали в кинотеатрах. Да, если бы. Появилась порция свежих подробностей о первом платном дополнении. Напомню, что бесплатные же... Ну, то есть, это первое платное. Потому что бесплатные уже отгремели. Ксизиона шутер Star Wars Battlefront Outer Rim. Выйдет оно 5 апреля и будет продаваться за 15 долларов. Поклонники получат 4 карты на планетах Саласт и Татуин. Два вида оружия. Винтовка Relby V10 и бластер DT-12. Пару персонажей и другие приятные вещи, о которых рассказывает этот ролик с нарезкой фрагментами. Игрового процесса. И я уверен, что Паша сейчас люто его показывает. Вы его смотрите. Да, ну да. Или трейлер. И там как раз вот эти вот смачные, плавные, гладкие 60 кадров в секунду. Которые мы все... Смачные, гладкие инопланетяне. Да. И они тоже. Да. Так сказал. Вот. Ну, в целом, я когда смотрел этот ролик, уже как бы отгремел Battlefront. Там кто успел запрыгнуть на Hype Train, тот на нем едет. Кто не успел запрыгнуть, тот стоит на перроне. Очень красиво выглядит игра все-таки. Очень красиво. Да. И играется она приятно. Вопрос в том, что я в нее очень много наигрался. То есть, во время бета и на старте мы играли, играли, играли. И потом как-то вот дальше уже... Ну, выглядит прям безумно хорошо. Да. Я вот смотрю хоть чуть-чуть поиграть. Очень и очень и очень красивая игра. Вот. Ну, а новое дополнение это всегда позитивно. Цена в целом довольно умеренная. Так что все это нас устраивает совершенно. Ждем релиза. Новые персонажи это инопланетяне. Я, к сожалению, не помню их имен. Да никто не помнит их имен. Но мы их уже обсуждали. Да. И говорили, на что они похожи. От своих слов не отказываемся. Рубрика «Ни дня без Resident Evil». Рубрика «Ни дня без дичи» по Resident Evil. Без дичи, да, по Resident Evil. И да. В общем, Capcom выпускает по мотивам Resident Evil серию ароматов. Скажем так. Я до конца не понял. А это будет аромат только а-ля зомби или аромат, наоборот, сотрудника корпорации Umbrella? То есть, типа, отпугивающий. Аромат гнили. Либо аромат гнили, либо аромат антигнили, как есть антитабак. Вот это вот освежитель воздуха. Для того, чтобы не чувствовали, что в квартире накурено. Чтобы мама не наругала. Ты сразу вспоминаю мемчики. Аромат ванили. Ты не слышал? Ничего не видел? Я знаю мемчики про ваниль, но вот аромат ванили это что-то новое. Там что-то в духе было. Аромат ванили это соседи сгнили или что-то такое. О господи. А тут это максимально актуально. Под этим слоганом выходит новая линейка парфюма от компании Capcom. Стоить она будет довольно дешево. 38 баксов. На коробке красуется логотип компании Umbrella, который мы все страшно полюбили за все это время. Это конечно просто дичь дичайшая. Хотя в Японии просто очень много сопутствующих товаров по играм. Там совершенно разного толка. Так что духи по Resident Evil. Какая нафиг разница? Духи со всяким дерьмом это не новость. Даже в России есть линейка духов. Диметр есть, который с запахом грязи, пиццы и так далее. Арика. Вот. Но, тем не менее, это весело. Это должно существовать. На самом деле норм. Это проще принять, чем мюзикл на самом деле. Поэтому мы прощаем. Мы прощаем компанию Capcom. Да, 38 баксов она будет стоить. Выходит с 26 марта в Японии. Продажи туалетной воды. Лучше бы в новом. Она называется T-вирус. Впервые фраза туалетная вода обретает второе дно. Тот первый незамутненный детский смысл, который мы всему этому предавали. Наконец-то запечатлен, законсервирован в этом прекрасном дешево оформленном флаконе. Да, флакон, кстати… Омерзительно выглядит. Если посмотреть… Флакон очень плохо оформлен. Очень плохо выглядит. Как будто… Вот знаешь, когда ты заходишь в магазины, в которых продается все. Вот есть такие магазины. Все-все-все. И там вот есть туалетная вода и знаешь… Какой туалетная вода? Защитник отечества за 50 рублей, знаешь. И там какая-то фотография бедного солдата, который никогда не думал, наверное, что попадет на обложку вообще одеколона. И этот одеколон, который пахнет, как все одеколоны за 50 рублей, одинаково. Спиртом. Да. Который, мне кажется, покупают не для того, чтобы удушиться, а чтобы просто спирт оттуда… Чтобы пахнуть, как мужчина. Да. Вот для чего это покупают. Вот. И она оформлена в таком же стиле, что… Не слишком состоятельные люди тоже хотят быть опрятными. Слушай… Это была тоже полушутка. Ну, не, я понимаю. Ну, просто… Ну, блин. Ну, 50 рублей. Да нет, конечно, господи, да. Я не знаю, кто это покупает. Ну, в смысле… Тут, кстати, 38 баксов довольно… тоже низкая стоимость для парфюма. Ну, знаешь, если он с запахом дерьма будет, ну, в смысле и разложение, то это не странно. Ну… Его будут люди покупать по фану. И никто… я не думаю, что кто-то будет, типа, знаешь, такой… Ааа, сегодня вечером я пахну разложением. Да, да. Пришел, знаешь, на какой-нибудь пресс-эвент, а там типа… О, я чувствую, сегодня ты используешь парфюм от капкона. Угу. Вот, понимаешь, вряд ли такая светская беседа состоится. Скорее скажут, ты воняешь, пошел отсюда. Вот, ну, нет, в целом нормальная цена, довольно адекватная. Ну, такой… low level. Я был неправ. Просто я уже… я привык к тому, что 15 баксов когда-то это было 500 рублей. Во-во, Паша показал. Да, 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 да. Смотрите, марконахи, что ли? Да, да, да. Ты не знал, что ли? Это вообще великолепно. Такие штуки, да, очень… Да я их иногда вижу, когда захожу в эти магазины, то… Запах родины, в общем. Я в похожем магазине тебе купил свинку. А, нет, не в похожем, в другом. Я хотел сказать, что в похожем… Купил мне альбом с наклейками «Свинка Пеппа», а то получилось, я в похожем магазине купил тебе свинку. И вообще, кто поймет, о чем ты говоришь. О болезни, о свинье или о Пеппе, да. Ну, я не знаю. Свинка – это вообще… Этим ласковым словом можно назвать много объектов в этом мире. Ах ты, свинка. Ладно, двинемся дальше. Двинемся дальше в рубрику «Технологии». Смело вступаем. Ракетные технологии. Полтора часа. Нет, смысл, мы начали. Сейчас нас затронули. Ну, все, давай. Свинка пришла. Технологии. Расчекляй. Технологии. Найк выпустила самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Hyper Adapt 1.0. Да, и они немножко не такие, как были в фильме «Назад в будущее». Ну, слава богу. Но тоже… Там слишком ретро-дизайн. Согласен с тобой. Согласен с тобой. Им же нужно в ЦА метить как-то. Согласен с тобой. Вот. Они выглядят, как современные кроссовки абсолютно. Компания… Ну, с налетом ретро таком легким. Компания Nike представила кроссовки Hyper Adapt 1.0, главной особенностью которых стала автоматическая шнуровка. Строго говоря, шнуровка… Шнурков в обычном понимании этого слова у модели нет, естественно. Обувь утягивается по ноге с помощью прошитых в язычке эластичных полосок, которые автоматически фиксируются при срабатывании сенсора в области пятки. В отличие от кроссовок Nike Mac, которые компания подарила актеру Michael G. Fox 21 октября 2015 года. Я надеюсь… В тот самый день. Что это за деньник, кто такой Michael G. Fox. Ну ладно. Хотя такой хайп был в интернете, все помнят точно. Модель Hyper Adapt 1.0 выполнена в современном стиле и самое главное поступит в серийное производство. Шнуровку можно отрегулировать с помощью кнопок в боковых частях подошвы. Кроме того, в кроссовках будут светящиеся элементы. Но как именно они работают, Nike пока не сообщает. Nike Hyper Adapt 1.0 поступит в продажу в трех цветовых вариантах в конце года. Однако купить их смогут только пользователи сервиса Nike Plus. Цену новинки производитель пока не назвал. Я думаю, дешевле, чем у Clus Rift. Дешевле. Возможно, дешевле. И, значит, вещи, которые меня смущают. Во-первых, меня смущает эта подсветка гребаная, выглядящая как идиотский тюнинг на машинах. Да не включай ее просто и все. Если можно не включать. Если можно, то будет круто. Потому что серьезно, подсветка это такое дно вообще. Подсветка на обуви. У кого-то нравится. Помнишь, была в свое время мода, когда были кроссовки, которых на пяточках можно было кататься. Типа ты бежишь, встал на пяточку и катишься. Хорошо, но светящиеся кроссовки, серьезно? Ну пускай, но вдруг ты там отлясываешь. Слушай, ну это просто безвкусие, на мой взгляд. Реально. Вкус – это относительное понятие. Да, но я говорю, на мой взгляд, это безвкусно носить кроссовки, которые светятся. Ну серьезно. Ну блин. Ладно, ты хочешь, чтобы они светились? Нет. Я вообще не большой поклонник кроссовков. Вот. Мне нравятся эти кроссовки, потому что… Ну внешне они довольно симпатичные. Они, да, они приятные, я бы даже себе себе и приобрел. Я бы зашнуровал. Я бы зашнуровал, да. Вот если эти лампы можно отключить, я бы с удовольствием это и сделал. На самом деле, технология такая вроде как очевидная, да? Ну да. По поводу шнуровки. Да. Автоматической. Что делать, когда батарейки сядут? Менять. Наверняка там будут какие-то… А может это как iPhone, понимаешь? Который, чтобы тебя поменять, надо в техцентре идти. Ну если ты не умеешь. Подожди, айфон разряжается? Ты покупаешь новый? О чем ты вообще? Ну в смысле? Один раз, нет? Не так это? Нет. Но многие из-за того, что думают как ты, покупают каждый год новый айфон. Ну каждый год это они очень экономно еще с людьми разговаривают, значит, раз заряда на год хватает. Ладно, кроссовки самозашнуровывающиеся, они с нами потихонечку, а мы движемся в область кинематографа. В новом трейлере Люди Икс Апокалипсис показали битвы мутантов. Собственно, вышел очередной трейлер фильма Люди Икс Апокалипсис, его представил 20-й век Fox, в нем показали большинство мутантов, которые появятся в фильме. Во вселенной Люди Икс Апокалипсис это не условный конец света, а первый и самый могущественный мутант, родившийся в древнем Египте. За свою жизнь он успел вобрать в себя силу других суперлюдей и стал бессмертным. И теперь все остальные Люди Икс или большинство из них будут пытаться убить бессмертного бога. Очень мило. По сюжету фильма Апокалипсис хочет уничтожить человечество, а команда Людей Икс намерена ему помешать. Главные роли исполнили... Ты получил, да, это письмо? Вот это мне нравится, такое письмо. А, окей. Вчерашнее мое. А, да-да-да. Главные роли... Дмитрий Колганов. Да-да-да, что на самом деле теперь профессор Ксавьер, это Дима Колганов, редактор нашего «Железного цеха». А мы и не знали. Я когда трейлер смотрел, я такой, блин реально похож. Да-да-да, я сразу такое среагировал. Я бы не стал компоновать письмо и писать вам, если бы он не был похож на Колганова. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой, который снялся в фильме Виктор Франкенштейн как раз-то. Вот это лучше вообще. Лучше его работа. Как будто не было грязи, не было там внутри «Я танцую» и других отстойных фильмов с участием Макэвоя. Да, теперь это есть царский Виктор Франкенштейн. Есть Виктор Франкенштейн с Гарри Поттером. Не стыдно теперь его упоминать в новостях от Джеймса Макэвоя. Не стыдно, слава богу. Слава богу, Джеймс, мы можем больше не стыдиться тебя. Да. Не было двух предыдущих частей. Майкл Фассбендер, который снялся в фильме Стив Джобс. Окей, ладно, Стив Джобс хороший фильм. Стив Джобс. И Дженнифер Лоуренс, которая… Франк. И фильм Франк. Это же спойлер. Нет. Это спойлер. Нет, это не спойлер. Я тебе объясню, почему это чуть-чуть спойлер. Не, ну я понимаю, что… И Дженнифер Лоуренс из «Голодных игр». Короче, та самая актриса… Из интернета. Я так скажу. Дженнифер Лоуренс из интернета. Которая не выбрасывает айфоны после разрядки. Нет, из фильма «Дорога», по-моему, по Керуаку, да? «Дорога»? Не, не «Дорога». Или «В дороге». Как он? Не «Дорога», «Дорога» это про мальчика и бомжа. Он что-то там типа «В дороге», по-моему. Ну не суть, по Керуаку. Хорошо. По книжке. Российская премьера картины состоится 19 мая. В мае мы все идем на «Людей Икс», как два года назад, по-моему, мы это делали. Нет, я буду в мае играть в «Анчартер». Я тоже буду в мае играть в «Анчартер». Нет, нет, иди на «Людей Икс». Ну неужели нельзя найти два часа, пойти посмотреть «Людей Икс» там мне нравится вторая трилогия, которая была как раз-таки «Первый класс», «Дни минувшего будущего» и «Апокалипсис». Если вы не фанат «Людей Икс», то для того, чтобы подготовиться к просмотру «Апокалипсис», вам надо посмотреть всего-то навсего… Шесть фильмов? Нет, вот как раз шесть не надо смотреть. Пять, ладно, пять фильмов. Нет, нет, нет. Ладно, восемь фильмов. Нет, по сути вообще можно посмотреть «Дни минувшего будущего» и вы готовы. Но можно еще первый класс. Можно еще первый класс смотреть. Ну то есть, да, два фильма и вы готовы. И вперед. Что касается, да, новой трилогии Людей X, она, безусловно, на мой вкус, лучше старой трилогии, вот. Но есть элементы, которые в старой трилогии исполнены лучше, чем в новой. Но... В частности, в старой же трилогии играет Шон Эшмар, который будет играть Джека Джойса в Quantum Break. Лицо главного героя. Ну, просто фан-факт. Ну, да. Люди X, кванта-брей. Я вспомнил вчерашнюю фотографию, которую ты купил нам в чат. Да, я и в Твиттере ее опубликовал. Прекрасная фотография, да. Но не об этом. Трейлер показывает... Не покупайте канадские флаги. Почти всех супергероев показывает эпизод с тратутью, ради которой я пойду в кино смотреть. Вот показали чуть больше, чем в прошлый раз. Все-таки пойдешь. Ну, ради вот этого момента, где он бежит по горячему полу, в общем, это прекрасно. Там была же новость, что этот эпизод снимали, там, какое-то нереальное количество времени, что затратили усилие... Я не слышал. Затратили усилие... Не человеческий. Затратили усилие, чтобы снять кино? Да. Расскажите это Иньериту по поводу того, какие усилия вы затратили, чтобы снять кино. Расскажите это Леонардо Ди Каприо. А, кстати, о... О, царская подводочка. Кстати, о нем. Царская подводочка. Кстати, о нем. А, кстати, о Леонардо Ди Каприо, который получил еще один Оскар из Якутии. По-моему, мы о нем рассказывали раза два, как минимум. На самом деле, это стадоба, по-моему. Это полная стадоба, но тем не менее. В феврале мы писали, что жители Якутии, переживающие за Леонардо Ди Каприо, у него тогда еще не было Оскара. Можно сказать, у него тогда еще не было Оскара. Да, да. Решили изготовить свою собственную статуэтку. И вот сегодня актер сообщил в Инстаграм, точнее, уже вчера, что получил награду от российских поклонников. Далее цитирую. Большое спасибо жителям Якутии за этот замечательный подарок. Особенно женщинам, пожертвовавшим материалы якутский Оскар, сделанный из серебра, напомню, на создание этой статуэтки. В своем письме создатели подарка написали, что Якутия одно из самых холодных мест на Земле. И оно очень уязвимо перед изменением климата, которое представляет серьезную угрозу местным жителям и их образу жизни. Написал актер. И вот последняя часть сообщения, ну к чему? Ну из Википедии скопировал просто. Нет, большинство из читателей Леонардо Ди Каприо в Инстаграме. Большое спасибо фэнфакт. Они вообще не знают, что такое Якутия. Прислали мне из Якутии, это что, планета? Я вообще-то думал, что Леонардо Ди Каприо. Ну я тоже думаю, на самом деле, как мы с тобой, например, не можем не знать какой-то штат маленький. Или какой-то городок. Нет, мы не можем. В Соединенных Штатах. Мы все знаем. Я вообще, кстати, очень плохо знаю по поводу географии от арабских, не арабских. Что это такое в США? 50, сколько? 56? 58? Сколько? 50. 50? Ну, я ошибся хотя бы там на несколько, но не на порядок. О, аллилуйя! Ты должен был сказать, что ты все знаешь. Ну надо было. Ну, к сожалению, я знаю не все. Но теперь ты знаешь все. К сожалению, я знаю. Потому что теперь ты знаешь последний пробел. Последний пробел, да. Там образование закрыт. Пазл, да, окей. Поэтому надо было написать, что такое Якутия, да, самое холодное место. Прикольно. Выглядит подарок довольно интересно. Проблема в том, что в нем совершенно как бы, ну... Ну что такое? Оскар дается как бы, это просто символ того, что ты хороший актер. В этот подарок как бы вкладывалось то же самое, но при этом он... Лучше бы нам привезли. Он хотя бы у нас в кадре каждый день доставил. Да, мы бы роняли и били. Вот у нас каждый из них как родной. Особенно ярнее, которого мы поваляли. Да нет, ярнее наш, он не родной. А вот эти парни, парней, да, нам подарили. Да. Вот эти подарки, кстати, очень приятные. Мы их любим. Мы можем разделить эмоции Леонарда Ди Капля по этому поводу, потому что мы тоже получали очень приятные подарки. Да. И статуэточки, которые у нас стоят в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто... Конечно, в каждом душа. Больше души. Да. Большое спасибо всем, кстати, кто нам их подарил, еще разочек. И спасибо всем, кто смотрит нас и подписывается. Да, мы помним. Вы лучшие, мы помним, да. По поводу Васа, кстати, что сейчас скажут. Он не дарен. А, вы сломали. Он не дарен. Он не дарен. В каком-то мере он дарен, но он лежал в коллекционке Far Cry 3, когда нам привезли ее там. Не дарен, ну то есть он не подарен, типа... Не зрителем. Не зрителями, да. Он не подарен издателю. Ну, да. Паша начал выколопывать себе глаз. Мне кажется, это верный признак того, что надо... Переходить к теме дня. ...закругляться. Надо переходить к теме дня. У нас на... GDC показали... Компании Unity и Epic показали возможности новых игровых движков. И там, честно скажем, есть от чего охренеть. Не могли, естественно, эти ребята пройти GDC 2016 и провели презентацию новых игровых движков. Красочные видеоролики с впечатляющими эффектами недвусмысленно намекают на то, что технологии разработчиков игр будущего... Ну, технологии будущего уже перед нами. Впрочем, играми дело не ограничивается, потому что Unity, например, считает, что движки можно использовать и в кинематографии. В качестве доказательства компания представила ролик с началом кроткометражного фантастического фильма «Адам». Ну, ты просто посмотри, это же просто... Это невероятно. Да, я вчера смотрел и не верил просто в своем глазах. Да, это создано с помощью компьютерной игры. Настолько круто. Вопрос в том, что... Причем Unity, над которым все всегда смеялись, типа... А, движок для мобильных игр, для всяких фермеров. Движок для, там, не знаю, игр, изометрических игр, да. Да, да, да. Вот, выглядит практически как реальная жизнь. Вопрос, да, в том, что пока что, мне кажется, современные компы средние. Вот такой графон хочу вообще. Хочу. Вот такой графон хочу. Но тебе для этого компа даже за 120к, мне кажется, не хватит. Да не хватит, конечно. Ниакие Oculus Rift у тебя не закроют. Oculus Rift самый балдеет, когда такой... Это боль в твоей душе. И невозможно это все пока что не зажать, не ограничить. Но, да, вот этот вот ролик прекрасный, надеюсь, вы тоже вместе с нами оценили. Продолжение разработчики обещали показать на Unite Europe 2016. Это специальное мероприятие, или Unity, наверное. Продолжение фильма вот этого, Адам, который показали, а Адам... 31 мая в Амстердаме. Также разработчики наглядно продемонстрировали разницу между Unity 5.0 и Unity 5.4 с помощью специального видеоролика, который мы сейчас с вами тоже смотрим. Третий ролик представляет собой нарезку из проектов, что создаются на базе Unity, и подчеркивает, что движок хорошо подходит для игр всех жанров. Примерно та же самая история, которую получили вчера-позавчера Unreal Engine 4 и CryEngine 5. Ну, тут просто как бы конкретные какие-то игры. Unity очень простой, вы свои недвижок. Практически любой с ним может справиться, разработчик там и подавно. Вот, поэтому нету каких-то там, как правило, особенно слишком изысканных графических наворотов, но в целом выглядит очень и очень и очень приятно. То есть при желании можно наворотить что угодно вообще, да. При желании можно сделать что-то невероятно красивое. Вот, но, как правило, пользуются им не в полную меру все-таки. Ну, вот Escape from Tarkov делается на Unity. Да, Escape... А выглядит он ого-го. Да, Escape from Tarkov делается на Unity, я думаю, там очень много в нем копались, модифицировали и так далее. Тут надо сказать, что как бы движок это, ну, это инструментарий, да. Насколько вы полно его используете, насколько вы сильно в него закапываете, сколько вы в него вкладываете сил, такой же отдачу вы и получаете. То есть Escape from Tarkov на самом деле уже супер давно разрабатывается, и поэтому разработчики достигли прекрасного графического уровня. С помощью Unity можно теперь творить и такое. Есть еще портфолио от Epic Games. Да, все правильно, от Epic Games. Я просто уже запутался немножко в этих роликах, если честно. Слишком много движков. Я сам его смотрел, а вот в новостях на Игромании его еще не было, поэтому у меня сейчас случилась небольшая несостыковка в голове. Epic продемонстрировала автомобиль McLaren 570S, воссозданный с помощью движка Unreal Engine. Компания решила убить сразу двух зайцев одним выстрелом, напомнить о начале сотрудничества с британским производителем спорткаров и показать всю привлекательность движка для гоночных симуляторов. Получилось, в полной мере выглядит просто расходно. Показали еще нарезку, да, из игр, которые делаются на Unreal Engine 4. Это там в том числе и... Hellblade. Hellblade, да. Paragon. Paragon, ну, то есть, все серьезно. Вопрос в том, что с Unity все понятно, то есть, с Unreal Engine все понятно было, как бы, что там каждая вторая игра с нами делается. Да. А вот Unity действительно прям поразила. На Unity, кстати, едва ли не больше, наверное, в количественном соотношении. В количественном, не в... С точки зрения AAA проектов, да, наверное, больше 100. Да, да. AAA, да, сейчас, ну, я думаю, что будут люди переходить. Учитывая, что еще была новость, что движки вообще сейчас, каждый второй, даже уже каждый-каждый движок почти бесплатный. Да, да. Почти полностью уже. То есть, возможности для того, чтобы творить, они просто безграничны. Ну, то есть, это лучшее время сейчас, если вы мечтали стать разработчиком, да. Лучше, чем когда-либо. Очень приятно, что проходят такие выставки, как GDC, на которых, знаешь, может, игры особо и не показывают, но при этом очень здорово чувствуешь... GDC – это индустриальная выставка. Да, да, да. Чувствуешь вектор, как бы, развития. Вот смотришь на всякие эти движки, технодемки, VR-ы и думаешь, типа, ну, довольно прикольное время для того, чтобы я увлекался всем этим. Да. Вот это вот чувство, оно меня всегда радовало после подобных выставок. Ну, и McLaren, конечно, выглядит просто. Ну, богически. Автосимуляторы вообще всегда выглядят очень хорошо, потому что, как правило, все ресурсы вкладываются, ну, 50%, как минимум, в создание там моделей машин. Вот. Трассы, как правило, похуже выглядят. Вот. Поэтому, ну, естественно, когда на новом движке и только одна машина стоит воссозданной, и это все как бы неиграбельно, это все достигает максимальной фотореалистичности. Да, и детализации. О, все, наверное, мы закончили с информативной части на сегодня. Да, будущее. Добрались до финала. Наступает. Наступило. Наступает. Уже одной ногой здесь, другой там, как говорили. Вот. Теперь нам надо разыграть несколько гифт-карточек. Всех разыграем. Всех разыграем и уйдем в офлайн. И сейчас офлайн. Вот. Нет, надо разыграть несколько гифт-карточек G2A на 10 евро. Не несколько, а три. Спасибо большое всем, кто нас смотрит сегодня. Нас очень много зрителей, 1625 человек. Спасибо огромное. Мы вас любим. Очень здорово, что вы с нами, мы вас любим. Мы вас помним. Каждого бы в лобик чмокнули. Да. Но сейчас начнем разыгрывать карточки вместо поцелуйчиков. Сейчас Паша скажет, сколько людей подписалось сегодня за эфир. Шестеро. Шестеро людей подписалось сегодня за эфир. Среди них мы... А я-то думал, что за звук? У меня локоть скрипит. Это твоя кожа. Кожа, в которой я живу. Ты не живешь в моей коже. Кожа, в которой я не живу. Кожа, в которой ты... От одного до шести, значит, мы рандомим первых убедителей. Он бунтует. Паша бунтует. Да. Анархия в игромании. Полная анархия в игромании. И это человек с ником... Леви Сорокенролла. Леви Сорокенролла. Поздравляем его, да, да, да. Он наш давний зритель. Спасибо, что смотришь, спасибо, что до сих пор подписываешься. Спасибо всем, что подписываете. Да, спасибо всем, на самом деле. Мы стараемся для вас мутить всякие интересные штуки, разыгрывать побольше всяких... Стафа. Всяких стафов, да. Да, спасибо большое. Поздравляем тебя. Код отправим в личку после передачи. Седьмой. Седьмой подписчик получает вторую джеттуегистарту. Вот тут сейчас из старичков. Тазельхофф 1981 получает 1-2 гифт-карточку G2 на 10 евро. Тоже поздравляем. И сейчас мы определим третьего победителя. And the winner is... Леонардо Ди Каприо. 117-й. 117-й человек. Подписчик это... DevilDriver72. Поздравляем его. И тоже карточки будут в личке твича через некоторое время после эфира. Ну, а мы, наверное, будем потихонечку прощаться. Сегодня еще будут стримы. Так, кстати, по поводу... Я хотел сказать, что у нас обновилась... Ну, на торговой площадке GTA обновилась игра недели. Это теперь Far Cry Blood Dragon. Если вы в свое время его не пробовали, я бы рекомендовал. Да, и он стоит... 69 рублей. И он реально очень смешной. Он сделан в стиле... Старых фильмов 80-х. Да. Да. Там ВХ стилистика, все дела. И стоит самую сексуальную цену в 69 рублей. Так что вперед, штурмуйте. Да, спасибо, что смотрели, дорогие друзья. С вами была игромания утром. Захар Великолепный Бочаров. Артаваст Мурадян. И Павел Болоцкий. Смотрите наши стримы, следите за расписанием. Большое спасибо, что были с нами этим утром. Всех любим. Всем спасибо. Всем пока.